Здравствуйте! В эфире программа «Новости дня» в студии Анастасия Кубатко. О главных событиях этой среды расскажем прямо сейчас и вот некоторые темы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 190 лет потребкой операции России. Чем может похвастаться Оренбуржье и что предлагают местному покупателю? В Ханты-Мансийске проходит чемпионат мира по русскому бильярду. В числе участников турнира и оренбургские спортсмены. И начнем с информации о ЧП на газоперерабатывающем заводе. 25 августа в 11.25 на промышленной установке стабилизации углеводородного конденсата произошло возгорание. Это случилось во время проведения плановых ремонтных работ. Три сотрудника подрядной организации с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в 4-ю городскую больницу. По факту несчастного случая региональный следственный комитет проводит детальные осмотры места происшествия. Изымаются документы по вопросу соблюдения требований охраны труда. Опрашиваются очевидцы. Следователи выясняют все обстоятельства. В региональном МЧС сообщили, что их помощи в ликвидации последствий ЧП не понадобилось. И еще о происшествиях. В Оренбурге в результате утечки холодной воды затопило несколько улиц. Владельцы гаражей на переулке Дальнем уже подсчитывают нанесенный ущерб. С подробностями с места происшествия Максим Миногин. Как сообщают местные жители, подтопление началось еще ранним утром. В настоящее время водоканал откачивает воду. Люди переживают за сохранность своих автомобилей в гаражных боксах. Уровень воды составил почти полметра. Добраться сухим до гаража не помогает даже резиновые сапоги. Люди пытаются спасти свое имущество. Я даже не представляю. Я вызвал сейчас полицию, потому что у меня автомобиль еще застрахован. Как бы новый. Я даже не знаю. Автомобиль, мне кажется, пострадал, залил в чепроводку. Соответственно, это серьезные, довольные, я думаю, последствия будут. Скорее всего, сейчас машину выкачешь. Это машина полбеда, что утопилось. Скорее всего, там уже и погреб затопило, и осыпалось, там и стеллажи, и все остальное. А пока только предполагать можем, что на самом деле там творится в гаражах. От наводнения страдает и жители частных домов переулка Дальний. Некоторые не смогли уехать сегодня на работу. Вода в погребах, вода везде. Вода в гаражах. Машины в гаражах тоже в воде плавают. Некоторые затопили, и в салон вода зашла. Так что ущерб будет большой. Будем нанимать эксперта, чтобы все это оценил. И потом делать им акт. После, я не знаю, что там дальше будет. В Росводоканале сообщают, что прорыв произошел на центральном трубопроводе. Сколько домовладений и гаражей пострадали, и какой будет сумма ущерба, выясняется. Обследование подтопленных домовладений и гаражей будет проведено комиссионно. Решение о компенсации причиненного ущерба будет принято после составления актов и проведенной оценки. Устранение последствий продолжается. Давление в сети восстановлено. А на месте повреждения работают 20 сотрудников и 14 единиц техники. Точное время завершения работ пока неизвестно. Максим Миногин, Семен Урабьев. Новости дня. Борьба со степными пожарами продолжается. Всего за сутки было зарегистрировано около 90 возгораний. Из них почти 30 – природные. Степные пожары регистрируют в разных частях Оренбуржья. Высокий пятый класс пожарной опасности действует в 23 муниципалитетах региона. Самое крупное возгорание в Сулелецком городском округе. Пожар локализовали. Опасности для населенных пунктов нет. Но борьба с пламенем продолжается. В МЧС обстановку оценивают как стабильную. На месте продолжают работать 24 человека и 11 единиц техники. Площадь, пройденная огнем, и его возможные причины будут известны позже. Успешно ликвидировали природный пожар в Беляевском районе. Там, на территории заповедника Оренбургский, загорелась сухая трава. Два природных пожара зафиксированы и в Оренбургском районе. Один из них неподалеку от поселка Чкалов. Пламя удалось потушить раньше, чем оно подобралось к жилым домам. В окрестностях села Блява горит сухая трава с обеих сторон от железнодорожного пути. Площадь пожара – один гектар. Пока информация об угрозе проходящим поезда или о задержке составов не поступала. Как сообщает в региональном МЧС, одна из причин ухудшения обстановки по природным пожарам – в этом году аномальная жара. В то же время чаще всего возникает ЧП и по вине человека. При пятом классе пожарной опасности пожар может возникнуть от любого источника огня или высокой температуры. А горение проходит усиленно, огонь распространяется быстро. 17 мая в Оренбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры в лесах, на территориях поселений и городских округов, в дачных поселках у полос отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог. Нарушителям грозят штрафы до 4 тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч для должностных и до 400 тысяч для юридических. И к теме образования. До 1 сентября остается неделя. В селе Можаровка Новоорского района школу к этому времени не откроют. И это стало полной неожиданностью для местных жителей, как для родителей учеников, так и для самих педагогов. Людям даже не объяснили, в чем причина такого решения и кто его принял. Есть ли надежда на то, что образовательное учреждение вновь начнет работать, расскажем далее. Жители села Можаровка еле сдерживают слезы негодования. Школа в последнее время осталась единственным центром притяжения жителей. Клуб закрыт и все важные события проходили в стенах этого здания. Что такое село? Село это люди, у которых есть клуб, медпункт и школа. Клуб его нету. Медик наш уезжает тоже. И вот последний очаг культуры образования всего, где собираются родители, дети, на все мероприятия, на все собрания. Это действительно последний очаг культуры, который остался у нас здесь. О том, что занятий в родной школе больше не будет, сельчане узнали в середине августа. Здесь обучались 32 ребенка. Теперь они будут ездить в образовательное учреждение за 20 километров в соседнее село. В Можаровке несколько многодетных семей и родители были не готовы к такому решению. Мы даже, как обычно, каждый год делали косметический ремонт в классе. А потом уже через пару дней мы узнали, что комиссия к нам не приедет, что школа наша признана аварийной. Предлагает Горьковскую школу, что мы туда будем ездить. У нас дорога очень плохая. Автобусы переворачивались. Я знаю, что машина переворачивалась. В Министерстве образования поясняют, что школу не закрыли, а только приостановили занятия. Причина в том, что здание признано аварийным, а заключение госэкспертизы было получено только в августе. Муниципалитет летом провел обследование, то есть специализированная организация в рамках муниципального контракта провела обследование здания этой школы. Что в итоге выяснили? Ну, первое, выяснили, что у здания как таковой фундамент, он отсутствует, ну, то есть оно фактически, видимо, хосспособом в свое время возводилось. И второе, тот участок стены, на котором зафиксирована трещина, он является аварийным. В какой срок будет отремонтирована школа и из какого бюджета будут выделены на это средства, пока неизвестно. Но, как заверили в профильном министерстве, после устранения аварийности, Мажорская школа вновь примет своих учеников. Аналогичная ситуация сейчас и в Александровке Грачевского района. Ольга Энгельс, Наталья Бейкер, Новости дня. Социальные выплаты, налоги в бюджет области. Фракция Коммунистической партии Законодательного собрания области подводит итоги работы в шестом созыве. И готовит инициативы, которые продолжат отстаивать депутаты седьмого созыва. Компенсационные выплаты многодетным семьям, снижение величины трудового стажа для получения звания ветеран труда. Авторами этих инициатив выступила фракция КПР в областном парламенте. Кроме того, в фокусе коммунистов работа над антикоррупционным законодательством. Чтобы контролировались расходы и доходы чиновников. И если эти расходы и доходы не совпадают, чтобы были приняты все необходимые меры для того, чтобы чиновник понес ответственность. За время работы в качестве депутатов шестого созыва парламентарии не раз возвращались к теме добычи нефти в жемчужине Оренбуржья. Вместе с другими фракциями было подготовлено обращение к президенту и председателю правительства. Отстаивать несколько инициатив уже предстоит депутатам следующего, седьмого созыва. Это касается перераспределения доходов по налогу на добычу полезных ископаемых в пользу области, а также возврата прямых выборов глав. Такой законопроект внесли сначала в 2018 году, а потом сейчас вот уже подготовили и вновь его внесли, потому что очень много людей просит о том, чтобы им дали возможность прямых выборов. Всего за время работы шестого созыва депутаты фракции КПР внесли на рассмотрение законодательного собрания 48 законопроектов и более 110 поправок к региональным и федеральным законам. Светлана Семенида, Владимир Жидов. И к теме экологии. 10 тысяч замеров с начала года произвела система экологического мониторинга Оренбуржской области. Это в разы больше, чем аналогичные сети федерального уровня. 40 эко-постов, которые принадлежат как региону, так и частным компаниям, объединены в единую цепочку и расположены в самых проблемных точках Оренбуржья. Такая система позволяет не только в течение нескольких часов выявлять вредные выбросы в атмосферу и быстро устранять их причины, но и служит доказательством в судах. У нас, во-первых, количество постов не сократилось. Вторую информацию, которую писали во всех телеграм-каналах, что у нас сократилась область аккредитации экологических постов. Это тоже полная ложь. Якобы на основании сокращения этой аккредитации мы не можем использовать эти протоколы в судах. У нас все приборы аккредитованы, все прошло надлежащую поверку и аккредитацию, все выдерживает в судах. Но последний пример – это Росводоканал. Напомню, в августе этого года именно система экологического мониторинга позволила доказать, что выбросы сероводорода в поселке Южный Урал напрямую связаны с иловыми полями Росводоканала. Суд признал вину компании и вынес решение оштрафовать водоканал. Сейчас прервемся, и вот о чем расскажем далее. Затраты на лечение больных коронавирусом исчисляются в миллиардах. Данные статистики. 190 лет по требкой операции России. Чем может похвастаться Оренбуржье и что предлагают местному покупателю. В Ханты-Мансийске проходит чемпионат мира по русскому бильярду. В числе участников турнира и оренбургские спортсмены. Это новостью дня и мы продолжаем. В России оценили стоимость лечения больных COVID-19. На одного пациента с коронавирусом в первом полугодии 2021 года тратилось более 135 тысяч рублей. В прошлом году эта сумма была меньше 115 тысяч. Во втором полугодии 2021 года стоимость помощи пациентов с коронавирусом превысит 111 миллиардов рублей. Об этом сообщил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Данные получены на основе прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено порядка 4 миллионов случаев заражения COVID-19. Медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20% пациентов. Это почти 800 тысяч госпитализаций. Отмечается, что фонду требуется дополнительно наказание медпомощи застрахованным россиянам во втором полугодии 65,5 миллиарда рублей. Еще почти 60 миллиардов рублей нужно на компенсацию оплаты труда работников и коммунальные услуги. Дешевле всего в пандемии обходится вакцинация. Как ранее заявлял глава российского Минздрава Михаил Мурашко, стоимость вакцины с учетом доставки обходится примерно в 900 рублей. При этом цена российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви» для зарубежных стран близка к 10 долларам. Актуальные данные Центробанка о стоимости доллара и евро сейчас на вашем экране. И перейдем к официальным данным по коронавирусу. Оперативный штаб обновил цифры по заболевшим за прошедшие сутки в Оренбургской области. Побит антирекорд по количеству смертельных случаев – 14. Общее число тех, кто не справился с недугом – 1478. Диагноз за последние 24 часа подтвердился у 346 человек. С начала пандемии зафиксировано больше 65 тысяч заболевших оренбуржцев. Закрыли больничные листы в среду 299 пациентов. Празднование 278-летия готов. В администрации Оренбурга сообщают, что город полностью оформлен к предстоящему дню рождения. В концепции очередного праздника большое внимание уделяется цветовой палитре. Так, основными оттенками праздника выбрано три цвета – зеленый, красный и синий. Они преобладают в оформлении. Зеленый, по задумке авторов, символизирует рост, процветание и новые начинания. Красный – энергию и радость, а синий указывает на чистоту, мир, гармонию и спокойствие. Разработали в мэрии и девиз для 278-летия Оренбурга. Звучит он так – мы создаем историю, мы создаем атмосферу. Оренбург – это мы. Также к празднику в городе появилось более 600 флаговых конструкций. Ими украшены центральные парки, крупные транспортные развязки и оживленные перекрестки. На площади Атриума развернулась выставка работ учащихся в детской школе искусств. Здесь же установлены более 25 баннеров с изображением известных достопримечательностей города и людей. Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки все мероприятия перенесены в онлайн-формат. Так, 28 августа, в день рождения Оренбурга, состоится онлайн-концерт ансамбля «Раздолье». 190 лет кооперации России. В 1831 году был принят устав большой артели, организованный ссыльными декабристами на Петровском заводе в Забайкалье. Кооперативные общества создавались ради улучшения жизни людей и обеспечения товарами первой необходимости. Сегодня это наиболее популярное и самое многочисленное в мире социально-экономическое движение. В составе Оренбургского областного союза потребительских обществ десятки предприятий розничной торговли и общепита, производственных цехов. Чем сегодня живет потребка операции и что предлагает жителям области – далее в нашем сюжете. В структуре потребительского общества «Сорокташская» четыре магазина – «Ветаптека», предприятие «Общепита» и «Загодпромторг», где трудится порядка 60 человек. Сегодня потребительские кооперативы – это и источник заработка для сельских жителей, и снабжение продовольствием труднодоступных и малонаселенных территорий Оренбуржья. На каждом предприятии кооперации работают люди, преданные своему делу. Одна из них – Александра Туленкова. Приехала в «Сорокташ» из Астраханской области более 40 лет назад по распределению. Сегодня руководит предприятием «Общепита». Любит готовить сама и рада, что коллеги подобрались, болеющие за дело. «Коллектив сплоченный, работают очень хорошо. Вот в кафе, видите, есть такие люди, которые проработали не один десяток лет. Есть молодые кадры, которые тоже пришли более года в наше предприятие, но они уже покатались с хорошей стороны. Стараемся идти в ногу с новыми тенденциями, внедряем и расширяем ассортимент готовой продукции». Сегодня предприятие обслуживает три школьные столовые. Работает кондитерский цех и кафе. Другой пример действия потребкооперации – розничная торговля. В такие магазины сельчане приходят за любимой продукцией по демократичным ценам. Здесь всегда свежая выпечка и напитки местных производителей. В единственную в Оренбургской потребкооперации ветаптеку в «Сорокташе» приходят за препаратами для домашних питомцев. «В основном кошки, собаки и сельскохозяйственные животные. Крупнорогатый, скот, свиньи, овцы, козы. Вот на протяжении многих лет уже эта ветаптека, она у нас работает. И, в принципе, я думаю, она нам нужна все-таки людям, потому что товарооборот есть, спрос есть». Юлия Шпаковская на своем посту более 10 лет. Знает, что порекомендовать для профилактики. «Капли на холку, пипеточка на 10 килограмм». А в сложных случаях посоветует обратиться в ветклинику. По рекомендации ветеринара закажет лекарство. Потребкооперация в селе – социально значимое предприятие. Без нее никуда считают руководители. Это и зарплата для сельчан, и недорогая качественная продукция. «Автобусы не ходят по селам. Но машины тоже не у всех. Там бабушки, дедушки, все-таки одинокие старики. Мы продукцию доставляем. И цены мы стараемся держать». Главная задача, которую перед собой ставит руководство потребительского общества «Сорокташское» – изыскание любой возможности работать с прибылью, а высвобождающиеся средства вкладывать в развитие предприятия и потребительской кооперации региона. Татьяна Штылер, Игорь Бероев. Новости дня. В Ханты-Мансийске проходит чемпионат мира по русскому бильярду. В числе участников турнира и оренбургские спортсмены. В Сибирь съехали сильнейшие бильярдисты России, США, Казахстана, Украины, Германии и других стран. Играют самую популярную разновидность русского бильярда – свободную пирамиду с выбыванием после второго поражения. В сетке мужских соревнований 58 участников. Лидер оренбургской сборной Олег Иркулев в дебюте получил соперники Варданяна из Армении. В напряженном матче уступил со счетом 5-6. Во втором круге Иркулев встречается с представляющим Финляндию Севастьянова. Права на ошибку также нет у двукратного чемпиона мира Павла Михового. Наш титулованный земляк в первом туре проиграл казахстанцу Муцыеву. Но сегодня собрался и вырвал победу 6-5 у сургутянина Муравьева. В женском турнире наша Диана Миронова, многократная чемпионка мира, стартовала уверенно, выиграв 5-0 у казахстанки Ивановой. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте media56.ru, а также в официальных группах ОРТ в социальных сетях. Далее вас ждет прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова